Чайная культура в России с каждым годом набирает все больше оборотов. Тысячи людей погружаются в эту интересную восточную практику и находят для себя много нового и интересного. Но что самое главное, в этом увлечении нет ограничений, что и доказывает мой сегодняшний гость. Меня зовут Максим Бычаев и сегодня я пообщаюсь с самым молодым любителем китайского чая в России. Илья, привет! Привет! У меня к тебе сегодня будет очень много вопросов, потому что я еще не встречал таких молодых ребят, увлекающихся китайским чаем. Перед тем, как я начну задавать вопросы, расскажи, что мы с тобой сегодня будем пить? Это Лу Лао Шэн Ча. 2012 года. Он уже более спокойный, чем молодой Шэн. Из него исчезла травянистость, но в нем еще есть вот эти вот копченые нотки, которые есть в Шэнах и пропадают. Начнем заваривать и чувствовать эти копченые нотки. Поехали! Давай! Расскажи, Илья, как ты познакомился с китайским чаем? Как это произошло? Это было в конце прошлого года, прям в конце, в 20-х числах декабря. У нас был сертификат подарочный на гунг-фу-ча. В мой чай? Да, в мой чай. И ты пришел с кем? С родителем. Я так понимаю, что ты остался, а родители ушли, да? И до сих пор ты сходишь. Да, но родители тоже левый чай, но вот из серии попить. Ага. А что конкретно тебя зацепило, когда ты пришел в мой чай? Что стало той точкой, когда ты понял внутри себя ответил вопрос «Да, мне это интересно». Именно в чайной культуре? Да, да. Ну, это было просто новое измерение. Так. Я люблю открывать для себя что-то новое. Это очень интересно. И это измерение было очень интересное. Ну, то, что ты начал увлекаться так активно чаем, как реагируют твои родители? Что они говорят? Они одобряют это? Они одобряют, да. Они рады. То есть, получается, теперь у родителей дома каждое утро или вечер всегда хороший, качественный чай, да? Да. Заваривается и... Да. А какие чаи полюбились уже твоим родителям? Моим родителям? Ну, наверное, это красные чаи. В общем, все, что они заварят у меня, все они любят, да? Да. Ну, у меня папа очень любит чао-ча. Мама больше любит вот такую светлую габу. Окей. Слушай, ну, помимо родителей наверняка твои знакомые или друзья, одноклассники знают о твоем увлечении, да? Да. Ты рассказывал им об этом? Да. И что они? Начинают интересоваться? По-моему, не очень. По-моему, не очень, да? Да. Ты как одинокий самурай на этом чайном пути, получается? Да. Давай ароматику послушаем, мне тоже интересно. Да. Приятный аромат. Да. Я, к слову, люблю больше шу пуэр. Темные мне прям очень они нравятся, хотя шэн – это тоже достаточно вкусный чай. И, что самое интересное, на всех по-разному воздействует. Что шу, что шэн – пуэр. Вот на тебя, кстати, вот про ощущения. Ты должно быть, наверное, достаточно чувствительный, потому что дети более… И молодые ребята реагируют на какие-то компоненты, которые есть в чай. Кофеина, все, что там внутри содержится. Бодрит ли тебя чай? На самом деле, смотря какой. Шу пуэр и какие-нибудь зеленые чаи скорее бодрят. Но, допустим, все остальные в основном успокаивают так. У меня даже в начале я не очень чувствую чайное состояние. Сейчас у меня вот это больше вернулось, чувство чайного состояния расслабления. И в основном меня чаи расслабляют. То есть у меня даже была история, где я выпил белый чай и сразу пошел спать и вырубился. И это нормально, да? Да. Твой организм уже привык к большому количеству чая и достаточно комфортно его воспринимает. Да, это то есть смотря сколько ты пьешь. То есть у людей, которые пьют много кофе, конечно, для них в чае больше кофеина. И они из-за него могут не спать. А люди, допустим, которые пьют чай, они могут выпить кофе часов в пять дня и не спать всю ночь. Давай тогда поговорим о свойствах чая, Илья. О их свойствах. Потому что мы уже начали говорить про кофеин, про то, что бодрит, не бодрит. Используешь ли ты чай как инструмент? То есть вот тебе нужно взбодриться или у тебя там в школе какая-то контрольная работа. Ммм, попью пуэра, чтобы иметь преимущество перед своими одноклассниками. Это как, знаешь, такой лайфхак. Типа попил пуэра и написал на пятерку. Нет. Нет. Но, так или иначе, чайные состояния ты уже начал испытывать, как ты сказал. Потому что на первых парах его не было, да? Нет, оно как раз на первых парах было. А вот когда я стал больше чая пить, и мне как-то это стало более привычно, оно как-то пропало. А вот сейчас начинает заново появляться. Какой твой любимый человек? Одного нету. Одного нету? Да. Ну окей, давай тогда рассмотрим их с точки зрения там темных, светлых, бодрящих, расслабляющих. И по каждой категории пройдемся и выделить что-то для себя интересное. Как таковых любимых нету, но в каждой категории есть, которые я для себя выбрал как лучшие. Ну, давай тогда поговорим про эти категории. На чем может быть с улунах? Да, в улунах, если светлых, мне нравится Михуань Габа улун. Это, наверное, для меня самый приятный светлый улун. Тигуанин мне не очень нравится. Хоть и его все любят, он такой какой-то для меня слишком обычный. Слишком обычный? Да. Если темные улуны, это, наверное, я даже не знаю. Ну, мы можем не конкретный же чай назвать. Просто именно... Ну, циньсяны я люблю. Циньсяны, отлично. Хороший выбор, супер. Ну, мы с тобой до того, как начали беседовать уже в рамках, так скажем, интервью. Спасибо. Ты сказал, что в основном пьешь прессованный чай. Нет. Не прессованный? Нет, я разный пью. Разный пьешь? Да. Но превалируют блинчики все-таки, да, чаще, нет? Нет. Ну, я... У меня, наверное, в каждой категории по одному прессованному чаю. Типа, в белом чае я пью прессованный чай, дзинмайский белый. Угу. И в зелен... В шенах я пью дзинмайский. Ну, в шу у меня есть два блинчика, которые ездили каждодневные, и в красных чаях. Давай поговорим отключенно. Мы так немножко точечно сейчас затронули темы. Да. В целом поручейную культуру вот твоими глазами, потому что у тебя же нашло внутри это отклик. Что-то тебе стало интересным. Может быть какие-то именно материальные вещи, что с точки зрения, красивые чашки, клевая посуда, все это так красиво выглядит. Либо, может быть, что-то внутреннее, какие-то твои отклики к самой культуре, потому что ей порядка, возможно, даже больше четырех тысяч лет, если там обращаться к источникам. Возможно, ты даже больше меня знаешь. Вот. И что тебя прям заманила, так скажем, эта история? Ну, это очень интересный новый мир. Это много вкусов, чем мне нравится чай. В нем всегда можно делать открытия. То есть это нету, вот когда ты все просто попробовал, тебе все надоело. Ты всегда делаешь какие-то открытия. То есть это бесконечно. Я знаю, что ты следишь сейчас за многими, так скажем, чайными компаниями, чайными клубами. Все те, кто ведут какую-то деятельность в социальных сетях, тебе это интересно. Ты смотришь. Как, на твой взгляд, вообще в России сейчас развивается чайная история? Ну, я думаю, Honor, эта культура развивается. Но очень много людей до сих пор не понимают. Вот я здесь сейчас бываю, и много людей вот просто заходят, ты смотришь, что так дорого. То есть процентов 50 людей не понимают вот это вот. Цена образования человека, почему он может стоить дорого? И тебя это что, злит? Нет. Недоумение вводит? Ну, я думаю… Тебе хочется им рассказать и объяснить, что… Да, подождите. Остановитесь. Я расскажу вам, почему он так стоит. Нет, скорее. Ну, я воспринимаю это пока как данность. Ну, а в целом то, как преподносят, так скажем, любители китайского чая в России, именно те люди, которые занимаются им у нас. Как, на твой взгляд, они подходят к этим вопросам? Ну, мне нравится то, что они ушли от вот этой вот мегавосточной темы, которая была такой мега андеграундной. Типа, в прошлом десятилетии, это вот была вот такая тема андеграундная. Типа, вот, не было вот таких вот… не было пространств в стиле, как мой чай в Уфе, в европейском и в японском стиле, в котором он сделан. То есть, если смотреть более старые чайные клубы, даже мой чай, они более восточные, с такими восточными мотивами. И, не знаю, по-моему, это немножко отпугивает людей. Мне нравится то, что культура становится более европеизированной. Условно захватывается сразу несколько рынков. Ты правильно сказал, что действительно людей может отпугнуть именно непонимание и незнание того, что там происходит. Давай представим, что наше видео сейчас смотрит Сергей Шевелёв. Я вижу, как твоё лицо сразу напряглось, не переживай. Давай представим, что он смотрит наше видео. Ему стало интересно послушать самого молодого и самого юного, так скажем, любителя чая у нас в стране. Что бы ты, какой бы мог дать совет, что, на твой взгляд, нужно сделать, чтобы любителей китайского чая в России стало намного больше? Возможно, даже в рамках «Мой чая». Что бы ты сделал? Я бы заново создавал проект «Мой чай крю», который был закрыт, к моему большому сожалению. Хотя идея была очень интересная. Но чтобы в этом проекте… Расскажи об этом проекте, кто не знает. Да, это проект, который сейчас закрыт. Сейчас этот канал называется «Мой чай лайф». Там до сих пор есть их стримы, можно посмотреть. Это, то есть, сотрудники «Мой чай» из Москвы и Петербурга как бы на разные темы проводят онлайн-лекции, делали онлайн-лекции. Именно там зарождалась тема с чайными коктейлями, которая сейчас распространена в «Мой чай». Как раз, чтобы сделать вот этот канал «Мой чай крю» каким-то более попсовым. Вот у Сергея, вот для меня лично это не минус, но вот для людей, может, которые приходят в чайную культуру, это минус. Он рассказывает уже более сложные вещи. Многие люди могут не понять. И хорошо, чтобы был бы канал, в котором рассказывались более бытовые вещи, типа видео, типа «Топ-10 чаев за этот месяц». Или вот «Что стоит купить?» Базы заваривания, что-то такое. Вот. наверное, вот это. Что вот благодаря этому станет любителей чая гораздо больше. Здорово. Возможно, после некоторое время мы увидим твой YouTube-канал или твою рубрику «Уже в мой чай», где ты будешь рассказывать про чай глазами, так скажем, одиннадцатилетнего парня. Ой, я бы очень хотел. Очень хотел, да? Здорово. Ну, слушай, я на самом деле сам чай пью тоже достаточно давно, с 2017-18 года. И не встречал еще молодых ребят, которые так активно и с таким интересом увлекаются чаем. Я, послушав тебя, понял, что в теоретической составляющей ты даже превосходишь меня, потому что у меня иногда нет просто времени запомнить все это, увлекаться, смотреть и читать. Ты молодец. Спасибо. Эту чашечку я поднимаю за тебя, Олег. Чай. Как, на твой взгляд, зацепить внимание зрителя или человека, который только-только пришел в мой чай, просто столкнулся с этой информацией на просторах интернета? Как его заинтересовать китайским чаем, чтобы он остался в этой культуре, заинтересовался, что-то его зацепило? Какие инструменты нужно применить, на твой взгляд? Ну, я думаю, как раз, что я говорил, надо делать более попсовое видео. Может быть, многим чайным любителям это не понравится, но вот именно так можно привлекать больше людей. Потом уже человек, скорее всего, подрастет и будет смотреть того же Сергея Шевелева, у которого уже более профессиональные видео. Помимо видео, как преподносить информацию? Ну, я понял, что достаточно просто, чтобы не отпугнуть людей без сложных терминологий, без восточного флора вот этого окружающего, всю эту историю, потому что многих действительно может это оттолкнуть. Что-то еще, может быть, на твой взгляд? Может, какое-то позиционирование чая попроще? Ну, вот у нас все в простоту уходит. Чем проще, тем лучше, да, такой главный вывод. Но иногда сложность, ведь она тоже интересная, она таинственная, она привлекает. Как раз таки из-за того, что человек не знает, а тут в каком-то непонятном языке люди общаются. Ну, так как мы пьем с тобой китайский чай, хотел бы ты побывать в Китае, походить по плантациям, пообщаться с какими-нибудь старыми дедушками, которые там в третьем поколении собирают, выращивают чай, ферментируют его, узнать из этих уст. Или у тебя комфортно в своем городе, с людьми, которые пьют чай, и так информации вокруг много, зачем мне ехать в Китай? Нет, я бы хотел, но поехать, наверное, с человеком, знающим. Как Сергей Шевелев. Да, он же делает экспедиции. Я бы, наверное, поехал в такую экспедицию. А типа один с родителями? Нет. Ну вот, кстати, про происхождение чай с точки зрения того, что он растет и в Китае, и в Тайване, и в Таиланде. Сейчас очень много-много чаев. Есть краснодарский чай. И в Краснодаре, конечно. И в Голландии. И в Грузии сейчас тоже. В Голландии есть чай. В Голландии. Вот сырье, которое появляется в мой чай, чай разный вот из этих всех географических мест, что тебе понравилось больше всего из нового? Потому что компания «Мой чай» достаточно много чая возит из мест, которые уже, так скажем, облюбились нами, да, то есть разные папуэрчики, уешаньские улуны, а вот новое что-то, там тайская история. Тайский чай, понравился ли тебе он? Да, мне понравился, это классная тема, но мне больше нравится немножко чай именно с их производства, он поинтереснее. Мне понравился чай из Грузии, их SHQ. Грузинские SHQ? Да, он очень классный, именно который они производят. Ну вот, из последних позиций, которые я пил, если честно, у меня самая любимая из последнего, это тайхун, блинчик 200-граммовый и два новых чая из Зинмая, белый и Шэн. Скажи, кто тебя учил заваривать чай, потому что я, ну, наблюдаю так или иначе, смотрю по настою, по вкусу, ты достаточно комфортно завариваешь SHQ, хотя это не самый легкий чай в заваривании, то есть для того, чтобы поймать вот этот баланс и сделать его горьким, выдержать вот этот вот временной отрезок, когда вода находится в Гайване или в чайнике. Кто тебя научил заваривать? Здесь ли это произошло или ты сам методом проб и ошибок у тебя это все произошло? Наверное, 50 на 50, потому что вот как я так быстро познакомился с китайским чаем, то что вот у меня появилось много времени в зимние каникулы, и я раз пять приходил за неделю вот в зимние каникулы, и много что спрашивал, интересовался, я задавал кучу вопросов, а вот, ну, это скорее 50 на 50, отчасти вот именно саму практику я дома, вот просто все это сделал. Ну и насмотренность того, как здесь, так скажем, старшие твои товарищи заваривали чай, да? Да. И я, наверное, что правильно сделал, я начал знакомство с лунами, самая такая нейтральная позиция, потому что, допустим, я сразу научился тонко заваривать чай более-менее, вот, наверное, хорошая база была. Илья, помимо того, что чай сам по себе очень интересен, с точки зрения вкусовых моментов, да, мы можем послушать ароматику, пощупать красивую патруль, на нее посмотреть, это же еще и культура, и, так скажем, тесно связанная с философией, с китайскими всеми течениями история, находишь ли ты в этом что-то? Помимо просто того, чтобы попить, ощутить ароматику, какие-то открыть для себя новые вкусы, какая-то философская составляющая присутствует в понимании? Через чай узнаешь ты себя, так скажем? Да. Чай это такое успокаивающее средство, ты пьешь чай и успокаиваешься, ты замедляешься, у тебя, ты не бежишь, как сейчас, сейчас в мегаполисах, ты можешь спокойно посидеть, подумать. Читать. Читать. Вообще-то с приятным человеком, если ты с кем-то пьешь. Ну, ты смотришь, кстати, от какого чая, вот. Допустим, от шенов ты сидишь, так успокаиваешься, о чем ты думаешь. От габ ты просто успокаиваешься и ни о чем не хочется думать. Пуэры возбуждают. Наоборот. Обращаясь к людям, которые впервые сталкиваются с китайским чаем, какие мы советы можем им дать и как мы им, так скажем, прорекламируем чай, как мы уже с тобой выяснили, достаточно просто это лучше сделать. Что бы ты сказал людям, которые только-только начинают свой чайный путь, как ты когда-то начинал, как я когда-то начинал и многие-многие другие, потому что ошибок в начальном пути быть не может, потому что это всегда череда проб, скажем, новых чаев, новых эмоций. Ну вот какие-то советы для тех, кто открыл для себя эту дверь и сейчас видит, что там что-то происходит, что бы ты посоветовал, где брать чайные хорошие, с чего начать, какую посуду выбрать, то есть вот взгляд именно твой на эту историю. Ну, если честно, я думаю, что надо начинать с гайвания. Это то из чего мы пьем сейчас для тех, кто не знает. Ну, из какой-нибудь такой простой, ну не прям дешевый, ну вот в пределе 1000 рублей гайвань. Такая качественная, такая не очень дорогая, вот просто гайвань. Брать себе, допустим, несколько пиалок и чихай. Можно взять набор, допустим. А потом, вот по моему опыту, уже брать какой-нибудь хороший ясинский чайник и начинать в нем заваривать тонкостенный. А чьи я бы посоветовал, если в мой чай, то, наверное, вот я бы начинал с улунов. Наверное, самая такая интересная для начала тема – это улуны. Илья, позволь пожать тебе руку. Мне было приятно с тобой пообщаться. Я лишь могу пожелать тебе удачи на твоем чайном пути. Продолжай заниматься этим, рассказывать о чае через свою призму о том, как ты это видишь. Ну и было бы здорово, если бы мы, если бы я наткнулся в Инстаграме или в Телеграме на твой личный канал, где ты уже об этом рассказываешь на большие массы. Будем тебя там ждать. Ну что ж, друзья, сегодня мы выяснили, что чаю все возрасты покорны. Любите хороший чай, пейте хороший чай. С вами был Максим Бычаев. И помните, что чай пьянит своей трезвостью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok